здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал целая куча восточных документов значит не зря я вот эти картинки ребята открыл набрал вот так восточный мудрец и посмотрите какое огромное количество мне этих самых восточных мудрецов вот здесь вот яндекс предложил я вам хочу показать целую кучу ребята восточных документов которые мне прислал мой подписчик михаил большое спасибо михаил очень интересный сайт вот ребята я и хочу вам предложить потому что ну не реально мне одному все вот это вот прочитать смотрите документы средняя азия летописи в приблизительно хронологическом порядке до монгольский период и поехали 724 книга стран текст смотрите кто чего интересное найдет присылайте пожалуйста но потому что огромное количество ребята документов посмотрите сколько вот так раз-два-три то я не знаю тут на я нашу штук под сотню что ли смотрите сколько после монгольский период всякие разные ё-моё ну это просто обалденно это тут натуре залипнешь возле экрана поэтому помогайте присылайте все самое интересное буду ждать вы значит скажите а чё же мы должны искать то какую что ты нам предлагаешь чего мы тут должны посмотрите ой блин много ну очень много смотрите сколько товарообмен россии документы о крестьянском землевладении документ хивинских ханов по истории кара колпаков здесь о кипчаках есть документы о рабстве документ по истории туркмен материалы каканского ханства документы узбекистана доклады дипломатических чиновников христианские обязательства короче огромное огромное количество смотрите соль султаны всякие разные чудеса мира смотрите татарское краеведческое сочинение сказания сибирских татар сношение россии китайские известия сыскное дело о дороге в хиву посольство ох ёлки-палки ну много конечно но спасибо михаил обалденно буду сам потихонечку все это дело просматривать ну и естественно уважаемые подписчики жду вашей помощи потому что одному тут ёлки-палки посмотрите сколько сотня данная на больше сотни описание осадин осады взятия даже наверно тут и рисунки есть в этих во всех книгах так что ребята давайте помогайте присоединяйтесь я будем вместе искать так значит давайте что приблизительно нужно искать вот смотрите я вот просто один единственный документ открыл рассказ о сурамаре или самаре аш-шаби аш-шаби сказал сам ибнух был красив обладал прекрасной внешностью ом-ом и хорошим видом лето он проводил деревни которую построил после такого после того как вышел из ковчега то есть понимаете о чем дело идет дарка ковчег я так понимаю это говорится об но и то есть эти самые восточные мудрецы рассказывают эту историю ноя ну и значит троллевали вот здесь вот он а самаре речь идет значит о самаре горит самара какой вот он тут в этот великий дворец построил и так далее значит тут все это прекрасно и все понимаете так как это описывает вас ибн ал-факих ал-хамадин хамадани описывает значит но интересно ребята вот смотрите если бы я не знал что это восточная книга давайте я вам кое-что зачитаю я бы честно слова решил что говорится о каком-то русском городе и вообще об русских женщинах смотрите я все время слышу что цари строятся размерно со своим достоинством знаю чтобы что об умах людей судят потому что они оставили когда мы видим строение имама мы видим сам халифат в своем доме красоты каких не видели ни персы не рамеи за всю свою жизнь у рамеев есть то что воздвигали предки у персов то что оставило им знать мы ощущали в них достоинство но ты унизил достоинство гордых средних в защиту мусульман ты стал выступать против еретиков и язычников эти дверцы эти дворцы ослепляют глаза когда они предстают взором ну и теперь смотрите а куполу царство звезды как будто приходят со своими тайнами повердаются перед ним зимом поклоне посольства как склоняются христиане перед своими иконами в тексте безбожный по-видимому это следует понимать как изображение в коих нет бога поскольку арабы не признавали возможности изобразить бога на иконе но вы знаете у нас тоже есть такая у христиан как бы не создай себе кумира и поэт все самое подходит да поехали дальше теперь о самом замке у него зубцы на стенах словно луга которые весна убрала своими цветами то есть я бы мог сказать это похоже на наш кремль знаете да ласточкин хвост ну и естественно походит на колокольчик они составили мозаику подобную подобную узору одеяний женщин средних лет и девушек они подобны шествию девушек с покелами которые у христиан на пасху идут разговляться и и среди них девушки с заплетенными в косы волосами и с опущенными узлами поясов половина портиков его из мрамора а из золота лучше их половина если посмотришь то глаза различат места откуда растут клинки многоточие всех в тексте стихов здесь и ниже означает что текст не ясен и перевод приблизителен то есть понимаете там где значит мне так кажется что там что то есть какая-то суть в тексте и сразу же он текст не ясен и перевод приблизитель то есть смотрите полторы сотни слов он все перевод а тут бас и ну не знаю как переводится и на этом дело заглохло понять то есть там где надо притянуть за уши к своей теории у них все нормально переводится смотрите какую кучу он перевел а там где не надо значит она как бы не переводится и ничего не знает он как перевести текст утерян сгорела сгнило смыло потопом и так далее как всегда у нас и бывает вот такие вот интересные штуки находятся в этих интересных документах так что ребята давайте подключайтесь будет будем вместе с вами смотреть смотрите сколько здесь всего обалдеть можно давайте присылайте ваши находки спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания ссылку оставляю